Приветствую вас! Мне очень понравилось, как ответил вам коллега Кудрячов Игорь Леонидович. К ему ответу, по моему мнению, довольно сложно что-то добавить. Я бы рекомендовал вам действовать именно в том направлении, в каком он вам указал, но хотел бы несколько дополнений внести. В основном, по поводу того, как вы ставите вопрос, какова постановка вашего вопроса. Итак, вы говорите, каков муж должен быть в семье, женой и так далее. Вы спрашиваете нас, какой муж должен быть, но на этот вопрос нужно отвечать не нам, а вам. Какой у вас образ мужчины? Какой вам ваши родители, ваши установки, ваши собственные взгляды сформировали образ мужчины? И как этот образ, который есть у вас, соотносится с тем, какой мужчина рядом с вами? Потому что то, что вы описываете, вот это все, то, что вы все говорите, ревность, отношения с матерью и прочее, это определенная мужская позиция, это определенный мужской типаж. И можно говорить о том, что это такой мужчина, можно говорить о том, чем продиктовано его поведение, можно говорить о том, почему он так себя ведет и так далее. Можно много об этом говорить. Можно говорить, например, о том, что ревность происходит из-за неуверенности в себе, и эта неуверенность в себе связана с тем, что человек довольно сильно привязан к своей маме и, по сути, пытается сделать из вас свою вторую маму, как я понял. Это все так. Но вопрос в другом. Вопрос немножечко в другом. Если вы говорите о том, что вам не нравится, как человек себя ведет, если вы говорите о том, что у вас ни цветов, ни подарков, ни прогулок, ни обниманий, ни поцелуев, ничего, то это же вас не устраивает образ этого мужчины. И возникает вопрос, а какой образ мужчины вам нужен? Возникает вопрос, а какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой? И почему вы выбрали себе спутники жизни именно такого мужчину? Именно такого мужчину, который, по сути, не соответствует вашим требованиям. Потому что вы сама человек, у которого есть свои определенные требования, и эти требования человек не удовлетворяет. И он, самое что интересное, он и не должен их удовлетворять. Потому что он такой, какой он есть. Но если раньше он был другим с вами в отношениях, если раньше он вел себя по-другому, а потом, например, его поведение изменилось, то с этим нужно работать. Можно и нужно определить тот поворотный момент, который заставил вашего мужа изменить свое поведение по отношению к вам. А если получилось так, что он всегда себя так вел, вас это устраивало, но теперь перестало устраивать, значит, что-то поменялось у вас. Тогда нужно разбираться с вами, что именно в вас изменилось. Понимаете? Вот это очень важный момент. И в зависимости от этого решать, что делать дальше. Потому что образ мужа, это не какой-то абстрактный образ по отношению к абстрактному образу женщины. А образ мужа напрямую вытекает из образа мужчины. Как мужчина себя ведет, так и муж будет себя вести. Естественно, там, с определенными изменениями. Естественно, с изменениями не всегда положительными и так далее. Это понятно, но не образ мужа важен. И не образ жены важен. Это просто социальная роль. А важен образ женщины и образ мужчины. Вот что важно действительно и по-настоящему. И вот от того, какой у вас образ женского поведения, какая у вас модель женского поведения, и какая у вас есть в сознании модель мужского поведения, и образ мужчины, от этого, пожалуй, и зависит то, какой муж сделает вас счастливой. Какой мужчина, какой мужчина может сделать вас счастливым, счастливой. Вот. Ну, надо, пожалуй, сказать еще и то, что у вас очень много претензий к своему мужу. И эти претензии все, они, ну, явно носят такой затяжной характер. И мне бы очень хотелось, чтобы вы для себя поняли, что дело не в нем, как вам сказал мой коллега, о том, что вы позволяете к себе так относиться. И если вам не нравится, то что вас делать? Он будет мужчина, ведет себя так именно потому, что понимает, что вы от него не уйдете, он не боится вас потерять. И еще раз повторю, что ответ моего коллеги Кудрючева Игоря Леонидовича заслуживает самого пристального внимания с вашей стороны. Ну, правда, что только мне кажется, что он немного ошибся. И когда вы написали о том, что бедный-бедный сын голодный остается, это не комплекс вины, не чувство вины, а это как бы такой сарказм у вас. Ну, типа, бедный сын голодный остается, как он на самом деле, я его кормлю. И как бы это просто ирония у вас. Вот мне показалось, что это ирония, потому что, ну, совершенно очевидно, что ваш муж, он не голодный, он просто, знаете как, может быть, немного вредничает, может быть, что-то еще. Вот именно такое происходит. Но я не думаю, что вы здесь чувствуете себя виноваты, как я не думаю, что вы чувствуете себя виноваты и в том, что, значит, ну, что увели как бы сына, да, то есть увели сына от матери. Я не думаю, что вы чувствуете себя за это виноваты, А я думаю, что вы скорее находитесь в своем праве А вот что меня действительно интересует Так это то, как вы относитесь к всему тому, что он вам говорит Что вы не экономны, что вы трансферы, что ребенку не одеты ни обуви, ни питания И так далее, что вы плохо готовите и прочее, прочее, прочее Как вы к этому относитесь? Как вы с вами считаете? Себя Считаете ли вы себя? Такой или нет? Вот Это, на мой взгляд, очень важно Ну а, что касается мамы, то Здесь у вас опять же идет не чувство вины А может быть конкуренция Конкуренция, да Вы пытаетесь конкурировать с его мамой При этом опять же не понимаете, что с мамой конкурировать нельзя Потому что мама это мама Она всегда будет в его жизни Она всегда будет занимать особое место в его жизни И, по моему мнению, вы идете в неверном направлении Когда говорите такие вещи, как вот то, например, что Вот он там к маме, он там к маме и так далее, и так далее Мать же приучила, не тревожит сына, когда ему на работу с утра Вот мать не приучила, не тревожит сына, когда ему на работу Это тоже мне почему-то кажется у вас выражением шаркатно Только здесь уже не совсем понятно Если мать приучила, то кого она приучила? Вас? А как вы позволили себя приучить? Почему вы позволили себя приучить? И так далее, и так далее Здесь вот тоже нужно разбираться Вы понимаете, дело не в том, как вы мужчина Дело не в том, как вы мужчина Дело в том, как вы ведете себя Дело в том, как вы относитесь к себе сам И дело в том, как мой образ вашего мужчины есть у вас И насколько вы любите себя Вот это, я думаю, вам обязательно нужно учитывать Поэтому ответ на вопрос ваш изначально будет такой Что если у вас нет своего собственного образа мужчин То его нужно формировать То его нужно формировать И если вас что-то удерживает с мужем То это получается зависимость Страх, комплексы и так далее Это тоже не делает вас свободны В отношениях с ним И от этого тоже нужно не добавлять Далее, нужно понимать, что Мужчина Он может требовать от вас Все что угодно Но вопрос не в этом Не в том, что он требует Он имеет право это делать Вопрос в другом Как вы к этому относитесь сам Либо вы относитесь к этому положительно То есть говорите, что да, я вот действительно такая И я должна исправляться Должна меняться Должна быть другой Либо Вы говорите, нет Я такая, какая есть Я все делаю хорошо И все это Муж мой Там Жирубец Запытается меня там Лепить То есть тут вот момент Должен такой И вот вам надо выработать отношения Ко всему этому Этому правильное Подходящее Именно для вас А то получается так, что Ну Вы Перечисляете все что Мужчина Вам Негативного Говорит А свою Роль Свою роль Свой Склад В отношениях Свою Позицию В отношениях Свою Субъективную Роль Вы полностью Усключаете А ведь она Для психологов Именно Она Очень важна А не То О чем Вы Пишите здесь Потому что Это касается Не вас Это касается Человек А мы Работаем с вами На этом все Надеюсь Что помог вам Если какие то вопросы Остались Пишите в личку Я вам помогу Если Понравился мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете его Лучшим Желаю вам Всего Самого доброго И удачи Субтитры Субтитры Субтитры